Сегодня мы показываем вам, хотя этот проект уже работает 10 месяцев, по крайней мере первый пилотный проект, я имею в виду на данной крыше, такого многоэтажного дома в Суворовском районе. 10 месяцев назад мы запустили этот проект, мало кому говорили, показали, что есть такие намерения, а сами смотрели и анализировали эффективность данного проекта. Мы все говорим много о защите окружающей среды, о зеленом тарифе. Это уже не новость. Во всем мире собирают солнечную энергию, существует зеленый тариф, по которому попадает выработанная, собранная электроэнергия в сеть. Что мы ожидаем от этого проекта и что мы здесь уже можем говорить? Собрано порядка 41 мегаватта электроэнергии вот в этом проекте, на этом доме. В денежном выражении это порядка 280 тысяч гривен за 10 месяцев. Плюс мы хотели, чтобы захватить все-таки лето, поработать самые такие солнечные дни. Сегодня управляющая компания, которая работает, в принципе, стала инициатором данного проекта, управляющая компания Суворовская, Суворовский. Что касается тарифов, я скажу, у нас, во-первых, тарифы по городу, в целом, если взять, одни из самых низких в Украине. И это факты, которые можно проверить. Второе. В данном случае на этом доме 4,50, но в среднем по тем объектам, которыми сегодня управляет управляющая компания, извините за автологию, введение управляющей компанией Суворовский, тариф составляет, усредненный тариф 3,31 гривны, 3 гривны, 31 копейка. Это самый низкий тариф для города. Возвращаясь к проекту «Солнечный город», просмотрели эффективность работы, выработали взаимоотношения с Облэнерго, с теми, кто принимает электроэнергию в сеть. И закуплено оборудование на 11 таких проектов, на 11 домов. И мы начинаем сейчас установку. Что получают жильцы? Самый интересный вопрос, наверное, для всех. А что же приобретают или получают жильцы этого дома? Первое – это отремонтированную капитально крышу дома. Это больной вопрос для этого дома и для многих. Сегодня мы получили капитально отремонтированную крышу и гарантии того, что компания, которая установила данные плоскости, гарантирует эксплуатацию. Они будут смотреть за крышей, наблюдать и ее ремонтировать, если это понадобится. При взаимоотношениях с управляющей компанией те 25%, которые остаются от выработанного количества электроэнергии, поступают в фонд дома конкретного. Если говорить о денежном выражении, это порядка 80-90 тысяч гривен в год будет заходить на счет дома, и жильцы смогут проводить текущие ремонты там, где это потребуется. Куда они решат, туда они направят эти деньги. Мы, конечно, принимали программу, мы выработали концепцию и готовы принять эту программу и на городском совете. Программа «Солнечный город». Из-за пандемии, поскольку остановилось производство, в том числе и поставки панелей, мы бы сделали это немножко раньше. Но наши взаимоотношения, вы знаете, что не только пандемия коснулась Одессу, к сожалению, весь мир она коснулась. И многие производства просто были закрыты и перекрытились поставки и вообще взаимоотношения. Не работали производства, остановилось, и поставки в том числе. Поэтому была заминка. Конечно, мы сегодня, видя эффективность данной программы, будем отритеражировать на весь город, на те управляющие. Потому что есть управляющая компания, в виде некоторых есть определенный жилой фонд. Это порядка, если мы говорим о управляющей компании «Суворовский», это более 4-70 домов. То есть компания приняла концепцию, проговорила с жильцами дома, рассказала им о проекте. Рассказали, что на крыше ничего не будет. Там кафе, ресторан никак не повлияет на саму крышу. А наоборот, только мы сделаем капитальный ремонт. Люди пошли, дали согласие. Такую же работу необходимо проводить и по всем остальным домам. Но есть разные формы взаимоотношений. Есть управляющие компании, есть ЖКСы, есть ОСМД. Кто готов подключиться к данной программе, просчитает эффективность данных проектов, мы готовы поделиться опытом уже на примере практического внедрения данного проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова